Всем доброго дня! Я сегодня погружаюсь в очередное преображение. С макияжем меня действительно воспринимают по-другому. Живем один раз, поэтому сегодня я буду краситься. Для меня реальным открытием стала большая папилиотка, которую я не так давно заказала с Китая. Она должна мне сделать локоны. Первый этап преображения — это подготовка к мейкапу. Увлажнить кожу мне поможет корейская сыворотка Дальба. Ее нужно тщательно взболтать, потому что она двухфазная. Легкой вуалью наношу на все лицо. Даю чуть-чуть впитаться. И поскольку в ней есть масло авокадо, семена чиа и токоферол, могу сделать небольшой массаж, чтобы дополнительно выгнать воду, а полезные компоненты успели впитаться. Нотянуть глаза и виски можно без операции. И для этого нам понадобятся тейпы. Это такие наклейки, которые клеятся на виски и сильно натягивают их, поднимая брови. Под волосами я прячу резинку. Я снимаю свою папилетку. Сейчас вы увидите эту нереальную прическу. Волосы завелись, но не то, что я хотела. В целом нормально для штучки с Алиэкспресс. Отделяю верхнюю часть волос, где будет проходить резинка. Оборачиваю вокруг головы и клею на виски. Скотч специально в маленькую дырочку, чтобы туда мог проникнуть тональный крем и скрыться на поверхности кожи. Виски предварительно нужно обезжирить. Брови заметно подтянулись. Кончики бровей поднялись наверх. А теперь нужно все хорошенько затонировать, включая область висков. Этот плотный тон от Estee Lauder Double Wear ложится только на супер увлажненную кожу. Поэтому смотри шаг 1. Чтобы не оставлять полоски при нанесении тонального крема, я использую спонж. Этот из видео про Алик. Скульптур, который не рыжит, не краснит и не серит кожу, делает правильный оттенок между загаром и тенью скуловой кости. Более ровной кожей в зоне рельефа поможет сделать обычная пудра. И те самые корейские брови я буду делать с помощью автоматического карандаша. Люксового корейского бренда Diodalia. У него широкий грифель, что позволит не мельчить и сделать густые, прямые, широкие брови. У бровей как будто бы уже идеальная форма за счет того, что мы задрали виски тейпами. И хочется не заморачиваться, не вырисовывать какую-то определенную форму, а просто двигаться по тому, что уже есть. Я равномерно вычесываю излишки цвета, которые остались от карандаша. Та-дам! Не бойтесь, часть цвета уйдет с укладкой бровей. Делаю я это с помощью глицеринового мыла. Модная сейчас техника. Такое мыло можно найти в обычном масс-маркете или заказать на Алиэкспресс. Я промасливаю волоски этим мылом и зачесываю брови наверх. Обратной стороной кисти я приглаживаю брови, чтобы они лучше зафиксировались. Консилером, конечно же, корректирую форму. И вот такие брови мы имеем после всех манипуляций. Это нечто блескучее, сверкучее тенюшки от Tami Tannuka. Мне они очень нравятся и как смотрятся на голой коже тоже. Именно поэтому я наношу просто на голую кожу для того, чтобы создать легкий и нежный эффект. Макияжа без макияжа, только с блестками. Да, поблестеть я люблю. Еще наношу золотистый хайлайтер от Makeup Revolution в виде розочки. Не самый деликатный хайлайтер, для тех, кто любит пожестче. Наношу его на скулы, на галочку над верхней губой. Передвигаемся к румянам. Я буду наносить их почти под глаза, подобно тиктокерше Белли Порч. Боюсь переборщить и стать поросенком, поэтому хватит. Возвращаюсь к глазам, с ними мы еще не закончили. Я рисую своим вторым пальцем, любимым выдвижным карандашом от Reflame, засечки для того, чтобы наметить стрелку. Стрелке задаю параллельное направление началу брови и оттушевываю в обратную сторону для мягкого растушеванного эффекта. Не забывайте, что всегда есть накаток, которым очень удобно поправить любую стрелку. Ну а если хочется идеальности, то берем в руки кисть и продолжаем ровнять стрелку. Для ресниц использую тушь, которая быстро засыхает и не отпечатывается, потому что я буду клеить магнитные ресницы. Они меняют взгляд точно так же, как тейпы. Разрезаю одну ресницу пополам. Мне удобнее начинать сверху, поэтому первая магнитная ресница идет поверх ресниц. И снизу я подкладываю вторую, чтобы они слиплись, магнитились и получилась полноценная накладная ресница. Удобнее, конечно, использовать только уголки. Так чувствуешь себя увереннее, что во время свидания ты не моргнешь и ресницы не улетят куда-нибудь на холодильник. А вообще святая вещь без клея, без лишних средств. И мне кажется, они вечные. Служат они намного дольше обычных накладных ресниц. Я влюбилась в текстуру одной помады, она оказалась идеальной. Это тоже корея, любят они делать и умеют делать средства для губ. Но на мой вкус немного тепловата и светловато, поэтому я захотела добавить бордовый тинт внутрь, чтобы добиться эффекта зацелованных губ. Этот кровавый оттенок кола от Lame Crime, я обожаю этот плашес, но только его наносить, получается немного закусанные губы. А с этой помадой идеально. Такой вкусный и дорогой оттенок получился. Чтобы соединить все слои, я сбрызгиваю еще раз спреем от D'Alba. Вот такой вот достаточно сложный макияж с магнитными ресницами, тейпами и мылом на бровях получился, но выглядит достаточно легко. Потому что мы оставили много голой прозрачной кожи, что не перегрузило этот макияж и не сделало его вульгарным. В моем сердце навсегда останется нюд, но в следующих видео я постараюсь сделать что-нибудь яркое. А с вами была Даша Кейн, увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok